всем привет друзья продолжение своей рубрики о тактике выживания на природе я бы хотел вам рассказать сейчас вот таком довольно старым назовем его дедовском способе как поймать рыбу без удочки без снастей ну разные ситуации могут оказаться заблудились а водоем нашли как бы есть охота самое что первое приходит на ум это там не ловить каких-то не ставить силки это все сложно долго а поймать наловить рыбы но у вас нет ни там банально никаких снастей собой для этого нам достаточно будет веревки и пластиковой бутылки вот такой желательно 5 литровый можно и больше способ такой он долгоиграющий так его назовем потому что как бы процесс этот не быстрый но он результативный через какое-то время вы наловите себе рыбу на уху что будет достаточно для поддержания энергии в организме ну давайте приступим к изготовлению нашей ловушки и так для начала нам нужно будет отрезать с вами в эту тут часть с горловиной заливной поехали вот эту часть кстати нам она не нужна ее надо снять отсюда вот эту ручку снимаем теперь ну неважно ровно неровно у вас получилось теперь просто примеряем ее сюда вот так вот чтобы у вас получилось вот такая вот конструкция то есть подразумевается что рыба попадает вот в эту горловину а дальше обратно она уже вылезти не может так как ей мешают вот эти стенки самой заливной горловины проделываем отверстия в донышке да я вот взял она кстати такая вот и не продаются как бы для воды и более длинные вот эти баклажки но она у меня такая коротенькая но ничего страшного нам для эксперимента больше не нужно проделываем вот тут такое отверстие так проделанное отверстие продеваем вот этим концом веревку вынимаем и делаем узелок так чтобы наш с вами вот это вот бутылка никуда он от нас не уплыла веревка ее будет держать следующим этапом мы обратно вставляем вот эту горловину но перед тем как ее вставить лучше на дно бутылки положить какой-нибудь тяжелый предмет камушек кирпичик кусочек так чтобы она у нас с вами погрузилась на дно и никуда там не гуляла обратно вставили горловину и проделываем насквозь такие вот отверстия здесь допустим где-то вот здесь вот теперь вот я подготовил такие веревочки маленькие стяжечки чтобы вот как раз стянуть по кругу наш с вами горловину самой бутылкой чтобы она никуда у нас с вами не ушла теперь в проделанное отверстие мы эти веревочки с вами просовываем вот так вот и стягиваю в итоге у нас с вами должно получиться что-то типа вот такой вот конструкции на дне камень тяжело здесь все у нас прочно да подозревая вопрос внимательного зрителя о том а где у такого человека который там вдруг заблудился оказался там где-то на природе найдется веревка не всегда такое бывает удача что ты с собой носишь постоянно там метры веревок ничего страшного в этом нет есть ботинки на ботинках есть шнурки вполне с двух ботинок шнурков вам хватит и на то чтобы стянуть вот эту горловину и даже чтобы закрепить саму вот эту баклажку то есть используем все что под рукой в конце концов если у вас вдруг ботинки без шнурков но есть какие-то в лесу ветки такие упругие веточки хорошо и в ник кстати он такой довольно упругие ими тоже можно прекрасно вязать в конце концов крапива это тоже веревка из нее можно сделать веревку об этом мы тоже поговорим в следующих частях то есть просто здесь для чистоты эксперимента я взял вот уже подготовленный взял веревочки в принципе наша с вами ловушка готова для так сказать аромата можно на дно положить вот такой мякишек черного ржаного хлеба чуть-чуть его туда раскрошить рыба почувствует ароматы туда захочет заплыть покушать так забросили если у вас собой хлеба нету ничего страшного не беда в конце концов можно каких-то червяков накопать но даже если их нету на пустую без ничего вот такую вот бутылку ловушку рыба тоже вероятнее всего особенно если течение она может заплыть пойдемте ставить так вот мы с вами вышли к реке берем нашу с вами ловушку раскручиваем ее и закидываем сейчас она у нас с вами наберет воду и потонет потихонечку как я говорил ее камень на дно тянет хорошо все вот она с нами у нас пошла я не знаю какая здесь глубина ну наверное не больше метра у берега вот так она у нас с вами у берега и будет лежать да сразу могу сказать что такой способ он не любит спешки сразу же бежать там через пять минут проверять заплывали туда рыбы или нет не стоит не раньше чем через час а то даже и через два проверяйте вот дергать ее постоянно не надо пусть там она себе лежит мы в это время можем заниматься каким-то другими полезными вещами может быть там подготовкой лагеря на ночь там не знаю кипячением воды да просто каким-то отдыхом от суеты все теперь друзья ждем никуда она у нас с вами не денется а а ну что ж друзья с момента того как мы забросили нашу с вами ловушку прошло примерно полтора часа пришло время проверить может быть заплывали туда какая нибудь рыбешка может акула пойдемте смотреть что то есть есть рыбешка вот смотрите на дне у нас с вами вот видно маленькая видать это уклеечка поймалась маленькая уклеечка сейчас мы ее с вами достанем ну друзья конечно не бог весь что маленькую клеечку попалась но это за полтора часа в принципе нормально если вот так вот подождать там полдня в принципе таких вот я думаю туда наберется вот реальный результат еще единственное забыл добавить я одну веревочку завязал не на двойной узел она одинарность чтобы удобно было просто отогнуть и оттуда достать пойманную рыбу так что в принципе вот аппарат рабочий вот вот результат если совсем припрет как говорится то можно использовать вот такое вот изобретение дедовская и наловить себе вот таких вот уклеек для ухи давайте мы ее с вами и отпустим пусть плывет себе с миром вот таким образом друзья с помощью незатейливого такого изобретения такой вот ловушки конечно это я очень кустарно сделал можно сделать намного более аккуратно я вам главный показал принцип ну не обязательно это может быть просто вы пошли там в тур поход допустим да ну не знаю забыли с собой снастью вот хочется рыбки там так в жилку половить на ушицу или пожарить вот пожалуйста ничего такого сложного в этом нету уклеечку мы с вами поймали подождали бы еще я не знаю часов пять шесть я думаю таких бы туда набилось даже мелкая рыбешка она в принципе отсюда никуда не делась у нас с вами пользуйтесь на здоровье удачи вам в походах и пока до новых встреч